Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать сегодня на своем канале. С вами Виктория и, как всегда, я веду свои видеосъемки из Франции. Сегодня в своем видео хочу поделиться с вами 10 привычками, которые я подсмотрела и переняла у французов для того, чтобы оставаться стройной. Почему я выбрала эту тему для сегодняшнего видео? Дело в том, что когда я приехала во Францию, первое, что мне бросилось во глаза, это, конечно, изобилие десертов, которые здесь можно только увидеть, когда ты идешь по улицам, и в витринах Боланжери ты видишь эти красивые, разноцветно-сказочные десерты. Просто невозможно удержаться от этого соблазна, от этих искушений. Хочется все попробовать, и действительно все очень вкусное. И, конечно же, видя все это изобилие, я обратила внимание на то, что французы, они все очень стройные. Это нация действительно стройных людей. Да, они очень спортивные, это не отнять. Французы любят заниматься спортом, спортом на свежем воздухе. Причем это тот спорт, когда люди не покупают абонементы, не ходят в спортзалы, а именно тот вид спорта, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты можешь сам выйти на пробежку в парк, пробежаться в парке, от того, что ты можешь сесть на велосипед и поехать по каким-то велосипедным дорожкам, прогуляться, сделать прогулку на велосипеде. Очень интересные французы, мне очень нравится, как они прогуливаются на велосипедах с семьями. Это очень, очень красивое зрелище. Я всегда останавливаюсь и заглядываюсь, когда я вижу мама, папа, двое-трое деток, все на велосипедах. Малыш, который сам еще не может крутить двухколесный велосипед, он будет сидеть сзади, в детском кресле сзади мамы или папы на велосипеде. В общем, конечно, нужно дать должное тому, что эта нация очень спортивная, но при этом эта нация очень стройная, не только потому, что эта нация очень спортивная. И когда я стала более тщательно наблюдать за привычками французов во время еды, я для себя сделала некоторые выводы, я переняла эти привычки сейчас для себя, их использую. Итак, о чем же эти привычки? Первое, наверное, одна из основных привычек, это то, что французы едят по часам, строго по часам, завтрак, обед и ужин. Завтрак 7-8 часов утра максимум до 9, обед в 12 в час дня не позже и ужин в 8 вечера. Да-да, вы не ослышались, ужин в 8 вечера, ужин достаточно поздний. И поначалу меня это тоже удивляло, да, но когда вот я начала сопоставлять все вот эти факты наблюдения свои, и потом я нашла ответы на многие вопросы. Второе правило это прием сладкого, прием пищи на завтрак это сладкое, это углеводы. И я помню первый раз, когда я приехала в Париж, и мы тогда еще с моим будущим мужем мы пошли в кафе, и он у меня первый вопрос, который мне задал, что ты хочешь съесть на завтрак, соленое или сладкое? Для меня этот вопрос был удивителен. Я говорю, ну не знаю, а что на сладкое, а что на соленое? Вот, а потом, конечно, прожив уже какое-то время во Франции, я поняла, почему такой вопрос, потому что традиционные французы, они обычно не едят на завтрак соленую еду, они едят что-то сладкое-то. Багет с хлебом с конфитюром, круассаны, бриоши, пау шоколад или что-то в этом духе. Сладости, печенье опять же различные, которые можно купить, мюсли, возможно, йогурт сладкий. Редко вы увидите, что французы будут есть на завтрак омлет, яичницу с беконом, не знаю, бутерброд с колбасой или что-нибудь такое, то есть это крайне редко. Когда я переехала и стала жить во Франции, я заметила, что да, действительно, традиционные французы, сейчас повторюсь, я говорю о тех французах, о тех семьях, что я видела, где я бывала, те семьи, где чтят французскую культуру, французские традиции и оберегают их, да, так вот в этих семьях французы едят на завтрак в основном сладкое. Когда я попробовала есть на завтрак сладкое, я увидела очень большой плюс. Мне перестало хотеться съесть сладкого в течение дня. Я большая сладкоежка, и для меня всегда это большая проблема удерживаться от сладкого, всегда в 4 часа дня, в 4-5 часов дня. Мне всегда раньше хотелось сладкого, но когда я стала есть сладкое на завтрак, у меня это желание исчезло, то есть вот я для себя нашла большой плюс. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения диетологии, то, наверное, это тоже очень правильно, потому что эти все диетологи в один голос утверждают, что до 12 часов дня мы можем есть все, что угодно, потому что это все переваривается, это нигде не откладывается, и все только идет на пользу организму. Поэтому вот я стала есть сладкое на завтрак, тем более, что я очень люблю вкусные багеты во Франции, они отменные, я очень люблю круассаны, я очень люблю выпечку, и я могу себе это позволить съесть на завтрак. По поводу круассанов несколько тоже слов. Французы не едят каждый день на завтрак круассаны, не едят каждый день на завтрак бриоши или какую-то другую сдобную выпечку, потому что они тоже понимают, что это не очень полезно для здоровья. Круассаны, другие какие-то сладости, приготовленные в буланжери, французы кушают по выходным, это как тоже небольшой такой деликатес, баловство для семьи. Если есть в семье кто-то жавороны, кто может себе позволить в выходной встать пораньше и пойти в булочную, купить свежие круассаны, это, конечно, супер. И вот можно себя побаловать раз в неделю чем-то таким вкусным и очень-очень традиционным французским. Следующая привычка у французов, это то, что основной прием пищи это обед. В обед, обед более сытный, чем завтрак и чем ужин. И мне кажется, что это тоже правильно с точки зрения диетологии. Мы кушаем в обед, потом целый день мы двигаемся, тем более, что обед ранний в 12 в час дня. Потом у нас еще целый день впереди и мы за этот день расходуем все эти калории. Если вы захотите пообедать где-то в ресторане после двух часов дня, вам это не удастся, потому что обычно во всех французских ресторанах кухня закрывается в 2 часа дня и повара уходят до вечера. И потом приходят в 19.30, когда уже ресторан открывается на ужин. Между обедом и ужином вы можете рассчитывать на то, что вы можете заказать сэндвич, вы можете заказать бургер, что-то вот какие-то такие еда, которая не требует особых усилий поварских для приготовления. И ужин это более легкий прием пищи. Что обычно кушают французы на обед? Это салаты, какие-то салаты с ветчиной, с сыром, с рыбой, с какими-то мясными изделиями. То есть назовем такой сложно сочиненный салат, который является как основным блюдом на обед. Либо, если это не салат, то это просто какое-то основное блюдо. Очень много разных блюд во Франции. И рыбные блюда, и мясные блюда, и стейки, и тартары. Вот основное блюдо и, возможно, какой-то десерт. Французы любят очень кушать десерты в обед, но это десерты легкие. Либо это десерт какой-то мусс, какой-то крем, либо это фруктовый салат, либо это просто фрукты. Если мы говорим о еде дома, об обеде дома, то это могут просто быть сезонные фрукты в качестве десерта на обед. И традиционно обед заканчивается чашечкой эспрессо с маленьким кусочком черного шоколада. И я это тоже очень-очень люблю. Ужин, как правило, в теплое время года. Это легкий салат, зеленые листья салата, зеленый микс, заправленный соусом винегрет. И кусочек сыра, либо кусочек ветчины, кусочек паштета небольшой. В общем-то, это и весь ужин. И в холодное время года на ужин французы предпочитают есть супы. Что такое суп во Франции? Это овощи, отваренные в воде, никаких мясных бульонов, никаких зажарок, никаких заправок. Овощи, отваренные в воде и пюрированные блендером. Суп-пюре – это основная традиционная еда на ужин во Франции в холодное время года. Такой суп, он очень сытный, он помогает организму легко насытиться, согреться. И в то же время это легкая еда, которая не требует больших усилий организма для переваривания пищи. Переваривается быстро. То есть очень важно, так как ужин поздний, чтобы он был легким, чтобы можно было уснуть. И ночью желудок не работал дальше с процессом переваривания пищи. Следующее правило – нет перекусом. И вот это правило очень бережно хранят в традиционных французских семьях. Есть, конечно, сейчас молодежь. Я смотрю, очень много детей, где родители постоянно детей на детских площадках подкармливают какими-то снэками. Но в традиционных семьях чтят эту традицию и перекусом нет. Только между приемами пищи можно пить какие-то напитки, соки, вода, кофе, но никакой еды. Следующее правило, которое очень важно, на мой взгляд, это нет работающему телевизору, нет смартфоном, нет планшетом во время обеда и ужина. За завтраком, конечно, когда завтракаем, собираемся на работу, хочется посмотреть новости по телевизору, можно включить утром, посмотреть новости. Но обед и ужин это святое, когда семья собирается за столом, выключается телевизор, все смартфоны, планшеты в сторону, чтобы люди имели возможность, чтобы семья имела возможность общаться друг с другом. И в наше время, когда мы сейчас со всех сторон окружены всеми этими гаджетами, мне кажется, что это очень важное правило, очень хорошая привычка, которую я переняла с удовольствием. И рекомендую вам тоже обратить внимание на эту привычку. Седьмое правило, которая, седьмая привычка, которая мне очень нравится, если даже приглашены домой гости, или если мы приглашены в гости, идем в гости, то все равно на столе не будет культа еды, не будет вот этого изобилия разных блюд, разных напитков. Все очень сдержанно, очень изысканно, при этом очень-очень вкусно и никогда не уходишь из гостей голодным или гостей от нас. Поначалу мне тоже было, помню, очень тяжело было, когда к нам приходили в гости, когда я, как хозяйка дома, конечно, готовила, старалась гостей чем-то удивить, какие-то в меню предлагала блюда украинской кухни. Мне всегда хотелось делать больше, как у нас принято, 2-3 закуски, 2-3 основных блюда горячих, 1 десерт, и на что мне муж всегда привык, ну ты что, зачем, когда мы это все будем есть? Нет, не надо столько, вот одно блюдо на закуску, одно основное блюдо и десерты, этого хватит. И вот это вот наше чувство страха, что да, вдруг люди не наедятся, вдруг идут голодными, здесь оно абсолютно неуместно, потому что французы, они умеют наслаждаться едой, есть ее малыми порциями, медленно и получать от этого удовольствие. Я вот переняла тоже эту привычку, мне она очень нравится, сейчас мне уже гораздо проще продумать меню, чтобы это было одно антхе, одно блюдо на антхе, одно блюдо основное и десерты, чтобы рассчитать порции, чтобы всем хватило и все были довольны. Следующая привычка, восьмая, маленькие порции и умеренный темп во время еды. Это тоже, помню, очень мне бросилось во глаза, независимо от того, это в ресторане или это в гостях, или это дома, я никогда не видела, чтобы накладывали большие порции еды в тарелку. Это всегда умеренные порции, по чуть-чуть, медленный темп, все едят не спеша, никто никуда не торопится, нет вот этой вот скорости во время еды. И это тоже позволяет организму быстрее понять, что он уже сыт, потому что когда ешь быстро, еще кажется, что вот это чувство голода, чувство голода, оно тебя не покинуло. А когда ты ешь медленнее, чувство голода, чувство насыщения приходит быстрее, и тебя быстрее это чувство голода покидает. Это тоже, на мой взгляд, очень полезная привычка. Следующая, девятая привычка, конечно же, французы очень много пьют воды, очень много пьют воды во время еды, очень много пьют вина, ну как много, относительно много, два бокала вина во время еды, это нормально. Кстати, даже в столовых, в разных больших компаниях есть столовые, где сотрудники кушают, и на обед ты можешь спокойно себе позволить выпить бокал вина, потому что это входит в меню, и это разрешено во Франции. На обед бокал вина это святое, конечно, никто не пьет крепкие напитки, но бокал вина белого, розового, красного, это вполне допустимо и вполне адекватно. Последняя на сегодняшний день, десятая привычка, десятое правило, то, что французы во время еды говорят о еде, в основном говорят о еде, и на мой взгляд, это тоже очень разумно. Неинтересные темы для разговора, как политика, как какие-то споры, которые иногда можно услышать о религии и так далее, о том, что в мире происходит, когда люди собираются за столом и начинают во время еды и дискутировать на эти споры, это вызывает какие-то негативные эмоции, это тоже не очень позитивно влияет вообще на сам процесс пищеварения. Значит, подчеркиваю, традиционные французы, потому что сегодня я вам говорю о тех традициях и о тех привычках, которые в культуре французов традиционных. Так вот, в традиционных французских семьях, когда люди собираются вместе, обычно принято во время еды говорить либо о... Если это друзья говорить о том, где люди планируют провести свой отпуск, который близится, либо где они уже были в отпуске, что успели посмотреть, то есть вот о каких-то приятных эмоциях, о каких-то приятных впечатлениях. И вторая тема, очень популярная, которая почти всегда присутствует, это во время еды разговоры о еде. И наиболее часто вы можете столкнуться именно с тем, что французы во время еды говорят о еде. В гостях, в ресторанах они всегда пробуют пищу, если это гости, они обычно похвалят хозяйку или хозяина, кто готовил блюдо, спросят рецепт, попробуют угадать, какие компоненты блюда, поговорят о вине, какое вино хорошо сочетается с этим блюдом, кто какое пробовал, кто какое любит и так далее. Вот такие на сегодняшний день 10 привычек, мои дорогие друзья. Мне будет приятно узнать ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, поделитесь вашими полезными привычками, что вы используете в еде, что на ваш взгляд помогает вам из этих привычек, что вам помогает оставаться стройными. Я вам желаю всего самого хорошего, если вам понравился этот пост, этот видеорепортаж, ставьте, пожалуйста, под ним лайк, пишите ваши комментарии, я с удовольствием отвечу на все ваши комментарии, на все ваши вопросы. А кто еще не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новинок.